здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас 6 ноября понедельник и сегодня у нас день тревожных новостей 1710 по киевскому времени имел место взрыв по адресу ну там дальше адрес потерпел потерпевшие чистяков геннадий геннадьевич работавший помощником главнокомандующего зсу он погиб сын чистяков глеб геннадьевич у него рваные раны лица ну и неизвестно каким образом но также пострадала дочь чистякова полина геннадьевна по этому поводу на телеграм-странице главнокомандующего зсу вооруженных сил украины появилось следующее сообщение сегодня в трагических обстоятельствах свой день рождения у семейном в семейном кругу погиб мой помощник и близкий друг майор геннадий частяков в одном из подарков сработал неизвестно сработало неизвестное взрывное устройство у геннадия осталась жена и четверо детей мои глубокие соболезнования семье сначала то полномасштабного вторжения геннадий был для меня наде надежным плечом полностью посвятивший свою жизнь вооруженным силам украины и борьбе с российской агрессии причины и обстоятельства будут установлены в ходе досудового расследования вечная память это написал главнокомандующий вооруженными силами украины и меня прислали уже на канал мои зрители вопросы с просьбой прокомментировать спрашивать не является ли это предупреждением я думаю что это не предупреждение это уже переход конкретным действиям то есть это охота на главнокомандующего охота пятой колонны потому что ну смотрите близкий друг не просто помощника близкий друг главнокомандующего день рождения естественно ожидали что должны прийти сослуживцы и весь вопрос в том когда бы сработало это взрывное устройство вполне возможно и сам главнокомандующий посетил бы этот праздник ну и опять таки вопрос том когда бы взорвалось это устройство то есть это однозначно покушение на ближайшее окружение заложного на одного или несколько его ближайших помощников а может быть если бы на сто процентов удался замысел преступников заговорщиков удалось бы устранить и самого генерала кроме того что сегодня же мне с утра сообщили источники которые раньше не ошибались частности они достаточно четкую информацию дали по поводу обстоятельств снятия с должности бригадного генерала хоренко командующего силами специальных операций сегодня же был подготовлен на подготовлено представление которое подписано министром обороны умеровым о снятии с должности главнокомандующего заложного сегодня же должно было может она сейчас идет но мне сообщили это примерно за час до начала заседания ставки речь шла о том чтобы на этом заседании снять заложного с должности но если посмотреть на вот эти все события то получается четкий план заговорщиков первое сначала подымается шумиха ну это марафон с обвинениями в адрес заложного одновременно устраняется его подчиненный командующий силами специальных операций а силы специальной операции ну тут надо понимать что это такое вот когда совершался путь в советском союзе в августе 91 года там решающую роль должна была сыграть подразделение альфа и она отказалась тогда выполнять преступный приказ председателя кгб кричкова и благодаря этому это мероприятие то есть переворот не состоялся и когда горбачёв узнал что могут эти люди делать он немедленно распорядился немедленно распустить группу альфа там еще группа вымпел была первого главного управления та же сама альфа только предназначенная для операций соответствующих за рубежом ее тоже разогнали так вот эти силы специальных операций особенно в период государственных переворотов острого противоборства особенно на самом верху государственной власти они могут сыграть решающую роль и поэтому увольнение коленка теперь можно рассматривать как один из этапов или шагов или мероприятий в заговоре по устранению заложенного его могли устранить сегодня же я подстрою устранить я здесь употребляю широком смысле слова то есть снять с должности или физически его ликвидировать значит снять с должности могли прямо в ходе заседания ставки или же или же вот при помощи этого взрывного устройства таким образом я рассматриваю это если по худшему сценарию то это переход пятой колонны то агентуру российских спецслужб к решительным действиям по совершению государственного переворота в украине я бы даже сказал это не по совершению а по завершению государственного переворота поскольку неоднократно вам высказывал свое мнение что вот эта организация под названием опу под руководством нервака это фактически де-факто государственный переворот потому что власть в государстве практически захватила неконституционная группа людей которая присвоила узурпировала себе полномочия которые ей не принадлежат устранили от этих исполнения этих полномочий конституционные органы власти ну и теперь настала времена смуты о которой я тоже рассказывал то есть враг не добившись победы на поле боя учитывая всевозможные разные обстоятельства провел тоже комплекс мероприятий частью важнейшей частью которого была информационная война он видимо решил что пора переходить к реальным действиям и опять таки на первый этап извините извините это вот видимо в связи с этим звонят люди так вот решили что опять на первый план выдвинуть пятую колонну как это было 24 февраля прошлого года и таким образом то что не удалось сделать тогда завершить сейчас ситуация критическая поэтому вот мне здесь пишут мы не дадим генерала в обиду вот видимо настало время быть в полной боевой готовности потому что вот сейчас не на поле боя под авдеевка и не под бахмутом а вот прямо в киеве сейчас по большому счету решается судьба украины если снимут заложного поставят ручного человека ермака и государственный период завершится то есть и вооруженные силы это последняя сила на которой на которой как на крюку висела судьба украины не позволяя стране рухнуть вниз она теперь будет находиться все это будет находиться под контролем ермака под контролем его людей под контролем фсб кремля путина так что дорогие друзья полная боевая готовность нельзя позволить врагу сделать вот так вот без единого выстрела или или одним взрывом гранаты или решением решением так называемой ставки повергнуть украину к ногам к ногам захватчиков но это все сегодня происходило на фоне более широких событий контексте более широких событий в том числе в соединенных штатах америки суббота воскресенье обсуждался вопрос об украине выступал зеленский и произошло еще масса событий вот сегодня опять таки эксклюзив reuters который сообщает агентство reuters уважаемая и пользуешься большой репутации зачитываю цитата владимир путин решил участвовать в президентских выборах в марте что позволит ему оставаться у власти как минимум 2 до 2030 года поскольку глава кремля считает что ему предстоит пережить самый опасный период россии за последние десятилетия сообщили агентство reuters 6 источников вот у некоторых моих зрителей это или этот ролик потому что моих зрителей все-таки развит интеллект они как вот слышат 6 там источники не названные фамилии имени отчества год рождения не назван все это это значит фанера чего подобного на анонимных источниках держится вся западная все западные средства массовой информации и они отвечают своей репутацией то есть несколько 1 2 дезинформации все репутация уничтожена и издания нет по большому счету почему анонимные источники потому что они при помощи них удается узнать информацию которую вы не узнаете никогда если потребуете человека назвать его имя фамилию вернее потребуете его разрешения чтобы указать его имя фамилию никогда он в этом не скажет поэтому требуется несколько источников и там это один из способов проверки аутентичности информации в разведке как один это один из вариантов проверяется несколько источников проверяется информация на предмет соответствия всем остальным событиям контексте которых она происходит редактору главному известно имя источника редактор имеет право позвонить в самых в самых таких острых случаях еще и редактор главный выйдет на связь с этим источником чтобы подтвердить то есть редакция бывает промашки конечно бывают ошибки но вот так чтобы 6 источников агентства Reuters все это выдумал это невозможно читаю дальше Reuters в последние месяцы путин неоднократно выступал с публичными заявлениями многие дипломаты разведчики чиновники заявляли заявляют что рассчитывают на пожизненное пребывание путина у власти ну и там же на странице Reuters фотография путина крупным планом лицо можно брать файсом аптайбл делать мы где чтобы сомнений не было имеет место присутствовать лично бледная моль или окурок как его называли во время службы в кгб собственной персоной ну вот так что мы имеем значит с москвой поэтому там несколько я я подчеркиваю это как позитивный фактор на нашем канале что всего несколько человек скорее всего это были новички новые новые пришедшие канал задали мне вопрос там прокомментировать слухи о смерти путина вот ну я откомментировал то есть мысль мы мы обсуждением новостей в кавычках которые имеют место на помойках интернета мы этим не занимаемся а эти вот на сообщение о смерти путина они как раз вот идут оттуда с помоек интернета дальше владимир зеленский дал интервью телекомпании nbc и надо сказать что вот я опять таки отдаю должное он хорошо зачитывает те тексты или запоминает их воспроизводит которые ему пишут три талантливых и хумных человека которые ну видимо они много читают том числе иностранные источники они толкают я бы сказал правильные тезисы и владимир зеленский толкал эти правильные тезисы в на фоне продолжение обсуждений в средствах массовой информации сша вот так называемом расколе высшему руководстве украины имеется ввиду раскол между надо полагать гражданской властью верхушкой гражданской власти и руководством в силу в лице генерала заложного но зеленский тут говорил что никакого раскола нет нет никакого тупика он отвергал утверждение о том что значит война зашла в тупик он просил больше помощи военной помощи от соединенных штатов америки он правильно говорил что если украина проиграет эту войну то агрессор окажется на границах восточного фланга нато и тогда американцам придется посылать своих парней и девушек военнослужащих не ставят под угрозу их жизни ну и вообще нато будет поставлена под угрозу соединенные штаты он просил вот что интересно это очень интересная фраза которую прошу обратить внимание потому что дальше мы через нее выйдем на очень интересный вопрос он сказал что ну описал какие опасности перед украины там обстрелы с воздуха ракеты и так далее и нам нужно спасать страну и цитирую поэтому один из путей как это делать это совместное производство средств ПВО то есть фактически он признал призвал к совместному производству вооружений соединенными штатами ВПК соединенными штатами Америки и украинскими предприятиями он также сказал что Украина и Израиль находятся фактически в одной лодке поскольку враги у одной и другой страны одни и те же и и что здесь да когда он говорил о том что надо совместно производить средства ПВО но в это время сказал он пока это производство будет налажено период совместного производства наше послание миру США Европе и Азии дайте нам какие-то системы системы ПВО просто попользоваться ими просто взять в аренду взять на этот период особенно зимой зима это очень сложный период то есть он фактически просил о лэнд сделать лэнд первое слово от лэнд лиза то есть не в аренду так по большому счету взять взаймы что ли то есть бесплатно ну а самое главное конечно это вот идея о совместном производстве вооружений и вот здесь значит я хотел бы вот какую мысль подчеркнуть СМИ США ни одной из них я во всяком случае не читал когда они писали о расколе в руководстве Украины ни одно из них не обвиняло в этом расколе заложного якобы что он был инициатором онова отчетом точкой который пошел расчет этого раскола непосредственный по тем статьям которые писали об этом которых писалось об этом считается увольнение генерала Хоренко то есть это был удар фактически незаконный удар обезглавливающий серьезное подразделение ВСУ подрывающая власть авторитет генерала заложного это было увольнение значит генерала Хоренко о чем я вам сказал раньше что касается что интервью а также эссе или статьи Валерия Залужного которая была опубликована в журнале The Economist то есть она получает глубокое осмысление и его здесь воспринимает как своего рода бизнес план то есть видно что человек знает что ему нужно для того чтобы добиться результата он знает как его добиться и он расписывает параграф за параграфом что нужно для этого сделать и одна из центральных мыслей было этого который заключается в следующем нельзя ждать как это было до сих пор когда поступит очередная партия тех или иных видов вооружений это не дает возможность действительно хотя бы на средние возможность для среднесрочного планирования операции необходимо как бы поставить это на долгосрочную основу и генерал пошел дальше нежели просто ленд-лиз потому что ленд-лиз я сколько раз объяснял у меня опять плейлист на эту тему есть ленд-лиз он не подразумевает бесконечного бесконечной поставки любого вида вооружений для каждой партии ленд-лиза нужно выделять очередной транс денег который должен делать конгресс опять будет то же самое только раньше это было бесплатно а с ленд-лизом это было бы в долг под проценты так вот генерал фактически высказал мысль ту же что вот всего вернее вчера повторил зеленский о своем совместном производстве но генерал даже шире он писал он писал не только там о совместном производстве средств пво но и производстве технологий дронов средств радиоэлектронной борьбы обезвреживание мин и так далее фактически заглядывая далеко в будущее генерал выдвинул программу максимум что ли включение или интеграцию военно-промышленного вернее остатков военно-промышленного комплекса украину украины в систему в пк сша и это это получило свое развитие я вам дальше об этом расскажу это сейчас одна из центральных тем в соединенных штатах америки когда обсуждает вопрос о вот этой непосредственно сейчас пакете помощи украины то есть вот так это все это восприняли но некоторые политики которые знают меньше чем генерал заложный и понимают военном деле на западе запаниковали не знаем что это такое это действительно тупик или не тупик нет это не тупик это бизнес-план который написал генерал заложный наверно он знал что он делал потому что опять-таки лица осведомленные они тут же это все подхватили на вооружение это оказывается то то что он написал это очень органично вписалось то что сейчас сторонники украины в сша предпринимают для того чтобы вы выбить очередной транс денег из конгресса ну вот значит вот так это все происходило то есть в расколе обвинялась ну там где написано банковая но те люди которые организовали увольнение хоренко что касается позиции заложного я не встретил никакой критики ее абсолютно ну а теперь теперь по поводу того как мысли заложного вписались в борьбу которая сейчас разворачивается в вашингтоне по поводу пакета вот ожидаемого пакета помощи украине я уже рассказывал где это сейчас находится он находится сейчас в сенате и что мы можем ждать а вот что происходит значит сообщение сообщение вашингтон таймс республиканские ястребы обороны я потом расскажу это наши друзья республиканцы ястребы в обороне устали от партийных популистов под именем партийных популистов подразумевается трамписты которые идут по воду людей как показывает опрос общественного мнения менее устроены в жизни из депрессивных районов с более низким образованием то есть ну типа типа российской ваты недовольство то есть среди республиканских ястребов это по большому счету рейганисты вот я дальше буду их называть рейганистами это люди которые по ним по понимают в геополитике их так по большому счету большинство по количеству но до последнего времени наглёж 52 трампистов или маговцев меньшинства приводил к тому что за этим меньшинством за маговцами было по большому счету инициатива так вот растет недовольство рейганистов действиями маговцев их недовольство закипает злоба у них растет злоба на крыло поддерживающие трампа и это повышает шансы на помощь украине и так значит что случилось он буквально последние дни республиканцы в сенате рейганисты начали контр-атаку на маговцев по вопросам национальной безопасности и это повышает шансы на увеличение увеличение помощи украине и прекращение многомесячной балкала блокаду утверждение на высшей должности в пентагоне потому что тут два вопроса по которому сейчас ведется это контр-атака рейганистов против трампистов маговцев первое это помощь украине второе это то что сенатор республиканец тамберилл он до сих пор до последнего времени задерживал назначение на десятки если там не сотни высших должностей в министерстве обороны и это приводило как к невероятным результатам так например сообщается что многие высокопоставленные командующие командиры вооруженных сил соединенных штатов которые выполняют свои функции но официально не утверждены уже несколько месяцев они собираются подать в отставку уйти в частный сектор там зарабатывать большие деньги на прошлой неделе командующий корпуса морской пехоты геал смит он попал в госпиталь в результате инфаркта инфаркт как считается но всяком случае добавила история вот с тем что он выполняет свои функции и до сих пор не утвержден то есть это наносит удар не просто там по украине это наносит удар по вообще по боеспособности соединенных штатов америки и все это упирается в одного трамписта из штата алабамы и вот буквально в последние дни сенаторы эрнст из штата айова а также сенатор салливан из штата аляска они подняли там восстание против трампистов назвал вот эти действия маговцев самоубийственной миссии в области национальной безопасности и заявил что то что вытворяют маговцы это нравится китайскому лидеру товарищу си а также путину насколько тупыми мы можем быть задает риторический вопрос сенатор салливан это риторический вопрос он задал маговцам имею ввиду что тупые они это что они делают ну и дальше значит он говорит что 100 если дальше так пойдет то скоро пентагон останется без генералов и адмиралов но дальше ним подключился сенатор из штата мэриленд и атака она стала очень серьезной теперь что касается украины то же самое та же самая контратака упала в отношении помощи украины возглавил эту контратаку лидер республиканского меньшинства в сенате меч макконнелл и он присоединился к ястребам то есть рейганистам и он раскрутил и вообще не только он но и сейчас и средства массовой информации и руководители военно-промышленного комплекса соединенных штатах америки они сейчас раскручивают историю о том насколько необходимо помощь украине для военно-промышленного комплекса соединенных штатов америки раз для упрочения позиций международном противоглобальном противостоянии всего запада 2 ну и как это хорошо для американских тружеников которые получают более высокие зарплаты новые рабочие места более высокие зарплаты таким образом по украине сейчас раздел такой рейганисты которых их реально большинство но вот из-за этого дурацкого правила где пола спикер палаты представителей может по своему усмотрению то ли ставить вопрос на голосование то ли не ставить вот вся загвоздка была в этом так вот эти рейганисты перешли в наступление популистов значительно меньше и есть так сказать посередине некоторые сенаторы республиканцы которые говорят окей мы готовы готовы проголосовать за помощь украине давайте решим вопрос с нашими тоже границами на юге вот стена с мексикой но они там еще требует чтобы несколько изменилась была процедура рассмотрение вопроса о убежище то есть если мексиканец там или кто проникает через эту южную границу просит убежище то ждать результатов он будет уже не в соединенных штатах как это до сих пор а у себя на родине потом когда ты не будет будет принято решение ему сообща то ли вызову то ли скажут извините ну вот такая вот история в палате представителей резко активизировалась два человека которые являются ястребами и большими другами большими друзьями украины это конгрессмен макол представитель председатель комитета по иностранным делам а также конгрессмен роджерс который возглавляет комитет по делам вооруженных сил и вот что стало буквально буквально накануне известно они эти два влиятельнейших конгрессмена сыграли но может быть решающую роль в том чтобы отстранить джима джордана помните да вот такой был до того как кандидат был до джордана который был ярым трампистом в общем то ставленником трампа и который сказал что он даже не собирается выносить на обсуждение помощи украине так вот эти два они провели все необходимые интриги для того чтобы завалить его кандидатуру и они же они прежде чем поддержали джонсона нынешнего на должность спикера они провели с ним большую работу и он им пообещал что он вынесет на голосование вопрос о помощи украине ну и после того как его уже избрали он это подтвердил а это по большому счету единственное что от него надо потому что большинство реальное повторяю большинство в палате представителей я уже не говорю о конгрессе за помощь украине ну и наконец тут раз раскручивалась по полной программе история о том как это выгодно соединенным штатам америки только не пишите мне что это цинизм не цинизм это западный образ так сказать мышление это это то же самое что было в тридцать девятом году когда и в сороковом когда рузвельт выбивал закон о лэнд-лизи когда практически вся страна политическая элита большинство населения они не хотели от ни никакого отношения иметь к войне в европе надо им показать что они с этого будут иметь но безусловно для умных людей это идеи это ценности кстати зеленский об этом сказал правильно сказал вот он правильно же он сказал он не сказал что это будет приносить прибыли в пк сша но с другой стороны он намекнул на совместное производство некоторых видах вооружений что-то общем то тоже расширило тему такого значит лидером в этом деле стал майкл маккол и мич макконнелл которая ну мы да и кроме того средства массовой информации соединенных штатов раскручивали это все по полной программе вот что по этому поводу написала ваш тонн таймс это республиканская газета которая в общем-то она вздохнула полной грудью во время администрации рейгана и теперь самым невероятным образом она оказалась в одной лодке с трампистами вот что она пишет ястребы это друзья украины то есть рейганисты предлагает новые инвестиции в америке оружейные заводы выполняют заказы создают рабочие места ну и дальше байден и высокопоставленные республиканцы то есть образовался в последние дни вот господа то чего не было никогда как утверждает вашин таймс это весьма осведомленная газета сложился невероятный альянс между байденом то есть демократами и высокопоставленных высокопоставленными республиканцами рейганистами которые стремятся убедить американцев потратить еще 106 миллиардов долларов на странные войны и они применили для этого такой политический трюк или тезис американской оборонной промышленности нужны заказчики ну и тут же цитируют митча макконнелла который говорил что поставка оружия в украину это хороший способ заставить оборонные заводы снова работать пока сша смотрит на противников в лица китая и ирана тут россию почему-то упустили эти инвестиции по словам как они цитируют макконнелла не просто заменяют то что используется для уничтожения военной мощи россии они расширяют производственной мощности чтобы удовлетворить растущий спрос не только соединенных штатов но и союзников они помогают оснастить американские вооруженные силы для нашего собственного долгосрочного соперничества с китаем таким образом сложился альянс не просто между белым домом и регионистами в палате представителей митч макконнелл этот человек который мы сейчас по моему 81 год один из патриархов республиканской партии в сенате он тоже вместе с белым домом по его словам как пишет газета помощь украине это создание рабочих мест поскольку ракеты патриот для батарей пво производенные в аризоне производится в арене зоне артиллерийские снаряды изготавливаются 12 штатах страны и как во время второй мировой войны сегодня патриотически настроены американские рабочие создают арсенал демократии и служат делу свободы и как пишут газеты это можно назвать местью военно-промышленного комплекса который 30 лет он был в упадке а упадок был страшнейший он происходил на моих глазах в начале 90-х годов когда заказы компании рейзин допустим это вторая или третья крупнейших подрядчики пентагона которые прежде всего славилась ракетами бомбами и заказа рухнули на где-то 35 процентов и там в тысячи рабочих мест было просто сокращено ну пойми до этого в базу убрались американские с европы танки туда вывели все мир должен был жить уже в цветущем саду но вот к чему это все привело и дальше значит как говорит газета тема рабочих мест это политическая уловка чтобы удержать людей то есть это обман американцев для того чтобы привлечь их то есть стать дополненно голосовать за помощью украине заставить своих политикам голосовать за помощью украине кто об этом говорит об этом говорит некий эксперт по пентагону наруженной промышленности хартунг из института ответственного государственного управления имени квинси звучит это кто может заинтересоваться или эксперты квинси институт фореспонсибл стрейт стоит крафт это я вам скажу та еще конторка с очень таким зримым присутствием активных мероприятий российской федерации там регулярно печатается вот то которое заимствовано из из москвы и вот люди которые там пишут эти статейки они в свое время до начала так называемых активных боевых действий россии они использовались дмитрием саймсом это вы помните да это один из основных кротов российского влияния в соединенных штатов здесь был а сейчас один из ведущих пропагандистов так он их использовал бывших сотрудников государственных органов структур своих пропагандистских передачах среди них даже был я не помню как точно называется эта должность но это был один из ведущих аналитиков цру по россии ну вот после выхода на пенсию значит поисках дополнительного заработка он оказался в этом квинси институт и начал писать аналитические обзоры которые удивительным образом были на руку москве еще важная интересная мысль который приводит газета в вашингтон таймс сегодня оборонная промышленность вновь обладает большим политическим влиянием и слава богу для нас сторонников выделения помощи украине продолжаю цитату поскольку в центре жизненно важных областей экономики находятся крупные компании в пк которые нанимают армии лоббистов и отставных генералов для налаживания отношений кавычки закрываются а я от себя добавлю и все эти люди сейчас лоббируют за помощь украине цитата следующая теперь из-за украины они действительно хотят принять эту новую концепцию арсенала демократии расшифровываю это важнейшая стратегическая мысль которая порождена была в соединенных штатах америки буквально в последние дни то есть наращивание не помощи украине в результате наращивания производства вооружений создает арсенал демократии то есть арсенал это вооруженные силы плюс вооружение которые защищают демократию по всему миру в европе это украина но и от него же из от исхода борьбы украины зависит так сказать ситуация с демократией в юго-восточной азии тайвань полезными китайцы не поездят а также близне восток как мы знаем хамас иран и также путин за всем этим маячит то есть теперь украина не просто ведет борьбу против согласно этой концепции против агрессора она является частью арсенала демократии которая на передовой этого на передовой этой борьбы за демократию во всем мире но это уже возникает вопрос как же как же можно в такой ситуации при таком при такой постановке вопроса отказать в помощи и дальше газета заканчивает демократы республиканцы соревнуются в привлечении денег в пентагон поскольку сша финансирует две войны на другом конце света вот что господа происходило и происходит в последние дни в сша по этому поводу поэтому больно и грустно что в то время когда друзья украины в трудной борьбе работает мозгами изобретает новые концепции которые работают они перешли в контрнаступление против трампистов и вроде она все налаживается и поставки идут и в это время вот такие мерзкие события происходят в киеве это то с чего я начал поэтому я не знаю не всегда спрашивают а что мы можем сделать мои зрители не знаю дорогие друзья это нужно решать на месте я за океаном к сожалению я сейчас не в киеве но украина народ должен высказать свою позицию чтобы это было понятно даже идиоту в опе ярмака враг не должен добиться путем вот этих аппаратных игр того чего он не смог добиться на поле боя украина пролила реки крови утратила десятки тысяч людей не для того чтобы опять таки кто-то в опе ярмака вот так вот взял все это и одним движением или при помощи одной гранаты или по при помощи кадрового решения смещение главнокомандующего все это пустила под откос потому что сама она позитивного сделать ничего не может вот мне опять таки пишут здесь значит зеленский высказывается давайте совместно пво создавать с американцами блестящая идея но если бы это было только не только слова а дело это было бы замечательно но я уже называл вам как что делается в смысле в плане производства налаживания производства собственных вооружений в украине по большому счету одни планы пока планов громадью дальше дело пока не движется вот мне прислал один из знакомых который занимается сейчас поиском вооружений комплектующих для украины болтается он болтается прошу прощения он колесит по всему миру и ищет вот сейчас в европе закончились комплектующие которые необходимы для системы пво украины ищут сейчас на ближнем востоке в ряде других стран они очень нужны для украины но официальные лица украины не оказывают никакой помощи все приходится делать самим до вертеться и доставать им официальным лицам украины просто лень написать письмо или просто нет желания от этих комплектующих многое зависит для эффективности работы пво украины вот так и господа ситуация поэтому значит я по-прежнему повторяю что единственная структура государства который на которой висит сейчас судьба украины это в силу все чем занималась опа ермака 20 месяцев с начала войны и до этого это это смертный приговор для страны если еще будет захвачен контроль за бсу то это все вот на этом я и хотел бы закончить сегодняшнее видео я уверен что конечном итоге так или иначе но победа все таки будет за силами добра и я очень надеюсь что здравые здравые силы вот этих друзей украины в соединенных штатов и в европе они все таки вправят мозги некоторым взорвавшимися деятелям которые создают больше проблема то есть они в они практически только и создают сейчас проблем решения от них никаких поэтому господа очередной раз выражу свою твердую уверенность что враг будет разбит победа будет за нами слава украине вооруженным силам под руководством генерала заложного и другим боевым генералом на вам дорогие друзья как обычно выдержки мужества и твердой уверенности в нашу неизбежную победу до новых скорых встреч